военно-транспортной авиации. Появление настоящей бронетехники десанта стало возможным лишь после разработки таких транспортников, как Ан-8 и Ан-12. Работы по созданию первой в мире БМД были начаты КБ Волгоградского тракторного завода в 1965 году. Предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную, плавающую авиадесантную машину с боевыми возможностями сухопутной БМП-1. Задача была не из легких, но волгоградские конструкторы справились. Уже в 1969-м боевая машина десанта БМД-1 была запущена в серийное производство. При разработке первой БМД был применен целый ряд принципиально новых конструкторских идей. Одним из таких новшеств стала оригинальная подвеска машины. Подвеска у первой БМД особенная. Не торсионная, как обычно, а гидропневматическая. Благодаря устройству изменения клиренса, машина на десантной платформе ложилась на днище, подвеска вставала в упоры и не повреждалась при жестком ударе о землю. Все элементы подвески и регулировки дорожного просвета расположены внутри корпуса БМД. Натяжные колеса размещаются в его передней части. Изменение натяжения гусениц производится с помощью гидравлического привода. Процессом натяжения и ослабления гусениц управляет прямо со своего места механик-водитель. БМД-1 была построена по классической для танков, но необычной для боевых машин пехоты конструктивной схеме. Боевое отделение находится в средней части корпуса, а моторное в кормовой. Корпус сварен из тонких броневых плит. Впервые в практике советского машиностроения была применена алюминиевая броня. Это позволило значительно облегчить машину. Броня защищает экипаж от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм. БМД способна преодолевать и водные преграды. На корме машины расположены водометные движители. Вот здесь находятся выходные отверстия водометов. На плаву БМД способна развивать до 10 км в час. Водометы смонтированы в туннелях, входные отверстия которых устроены в днище машины, а выходные в ее корме. При помощи специальных сдвижных заслонок можно управлять машиной при плавании. Закрытие одного из водометов приводит к повороту машины. БМД отлично держится на воде, обладая при этом хорошей маневренностью. Во время плавания в носовой части корпуса поднимается волноотражательный щиток, который препятствует заливанию водой переда машины. Удачные конструктивные решения, заложенные при создании первой БМД, позволили использовать ее в качестве базовой машины при разработке других образцов вооружения для воздушно-десантных войск. На базе БМД-1 была создана командирская боевая машина-десанта БМД-1К. На этой машине, в отличие от первой БМД, были установлены две радиостанции, а также бензоэлектрический агрегат для автономного питания. БМД-1 постоянно модернизировалась. В 1978 году на вооружение советской армии поступили БМД-1П и БМД-1ПК. Эти машины были оборудованы установками для запуска управляемых реактивных снарядов, конкурс и фаготов. БМД хорошо зарекомендовала себя во время войны в Афганистане, в локальных вооруженных конфликтах, а также в первой и второй чеченских кампаниях. Она дала жизнь целому поколению десантных машин. С появлением боевой машины-десанта, крылатая пехота стала по-настоящему мобильной.